пожалуйста дорогие друзья пожалуйста приобретайте наши курсы иначе скоро нам нечего будет есть здравствуйте дорогие друзья я рада приветствовать вас на канале шьем сыришей я в новом платье мне очень приятно что мы сделали целых три мастер-класса по моделированию и пошиву этого платья спасибо за все ваши многочисленные комментарии нам очень приятно приятно что мы делаем работу не зря это платье плоского кроя вы видите что здесь есть естественные заломы которые идут от того что это цельнокроеный рукав это платье мы моделировали от базовой основы футболки со спущенным плечом как кроится футболка со спущенным плечом есть целых два видео обычный размер и размер плюс сайз целых три видео мы посвятили моделированию и пошиву платья которая на мне в этом видео я хочу показать вам как сделать это платье максимально удобным дамам размера плюс сайз на самом деле это платье уникального кроя мало того что мы спрятали сюда в эту горизонталь планку пола мы эту горизонталь можем использовать для того чтобы сделать все-таки на грудную вытачку и избежать вот этих больших заломов если у вас большой объем груди хотя я буду использовать свою же выкрику вы поймете принцип как нужно действовать если у вас размер плюс сайз также для построения платья плюс сайз вы можете использовать конструкцию футболки на большие размеры все кто не посмотрел обязательно посмотрите я просто перевела свою выкройку снова вот на другую кальку ничего не сделала специального так наложила чтобы вы посмотрели что я ничего не поменяла здесь я буду работать только с полочкой потому что хочу сделать на грудную вытачку причем здесь не будет вытачки настоящие вытачки она у нас вся уйдет вот в эту горизонталь просто мы уберем вот эти заломы как правильно это сделать первое что нам нужно это измерить высоту груди потому что сейчас мы будем условно строить на грудную вытачку от линии плеча измерили высоту груди и она у вас окажется конечно ниже чем вот эта горизонталь у меня даже здесь она у меня ниже 24 от верхнего плечевого среза отмечаю уровень 24 вот этот уровень измеряем расстояние до центра груди по самым выступающим точкам в моем случае 18 делим на 2 это значит 9 от центра откладываю 9 сантиметров вот здесь мои точки сошлись вот они когда мы работаем с платьем с цельнокройным рукавом мы не можем заложить весь объем вытачки вот прям все сколько там есть лишних может быть у вас и 6 сантиметров мы можем немножко сгладить вот эти заломы которые идут от вершины груди чуть-чуть сгладить чтобы платье стало чуть-чуть аккуратнее и она уже приобретет в размерах плюс сайс другой вид строим первую сторону на грудной вытачки в сторону бокового шва вот она сейчас берем просто из воздуха просто проложили линию конечно раствор вытачки зависит от объема груди чем больше объем груди тем больше раствор вытачки но не в этом случае не при таком крое здесь мы не можем весь объем вытачки учитывать поэтому максимум который мы можем здесь отложить 4 сантиметра это прям самая большая вытачка которую можно делать при таком крое я просто отложила вот сюда вниз 4 сантиметра отчертила первую сторону нагрудной вытачки отложила 4 сантиметра и соединяю с вершиной вот таким образом у нас появилась вытачка если мы закладываем здесь вытачку то как вы понимаете у нас образуется здесь лишний шов и нужно будет еще выравнивать здесь в области подмышки хочется сделать следующее хочется эту вытачку перенести в линию кокетки чтобы было ощущение что платье вообще без вытачек как раз вот этого эффекта хочется достичь что нет вот этих линий ненужных вырезаю вытачку смело когда вы действуете таким образом помните о том что у вас спинка и полочка отличаются друг от друга в моем случае когда я кроила свое платье они у меня были абсолютно одинаковые а вы когда будете переснимать на кальку вы переснимаете отдельно спинку отдельно полочку и сейчас полочкой работаете вот эта линия она у нас с того моделирования как мы кроили вот это платье с кокеткой давайте мы эту выкройку и будем использовать все отделили кокетку она у нас не меняется надсекаем вот здесь сторону линии кокетки и теперь просто соединяю стороны вытачки все я фактически закрыла вытачку и открыла ее вверх насколько красивее будет смотреться платье на крупулентных дамах если вы сделаете именно так причем обратите внимание на вот этот раствор вот скажите здесь же совсем не четыре сантиметра здесь буквально три миллиметра можно игнорировать вот этот излишек а по факту получится что когда вы будете приметывать кокетку к основной детали платья вы будете вот в этой области при посаживать вот просто отметьте для себя где расположение груди и вот в этом месте слегка при посаживаете на вот этом участке при посаживаете нижнюю часть платья во время сметывания и все дальше мы видим здесь неровную линию контрольная точка у нас здесь есть вот она вот эта контрольная точка она будет стыковаться вот с этой контрольной точкой мы здесь менять ничего не можем но мы вправе выровнять линию и сделать ее красивой так как мы построили вытачку наше платье по полочке укоротилась на 4 сантиметра давайте чтобы не запутаться я подпишу что это полочка причем не просто полочка а полочка плюс сайс если нам не хватает 4 сантиметра то где же мы их возьмем давайте для ориентира возьмем руки спинку причем нам достаточно только спинка ее нижняя часть платья вот что мы видим хочу чтобы вы понимали что сейчас происходит вот у нас не хватает если мы стыку им наши контрольные точки по бедрам и по талии то здесь у нас боковой шов не стыкуются видите какая разница что нужно сделать в произвольном месте между талией и вытачкой вот здесь разрезаем я бы вам рекомендовала сделать вот таким образом как ориентир использовать спинку ставлю здесь на контрольные точки то есть весь низ у нас совпадает нижний срез боковой срез до бедер до талии у нас совпадает дальше мы стыку им вот эти контрольные точки вот эту контрольную точку мы стыку им и вот эту по высоте и получается вот такой пробел то есть строить платье мы будем с учетом вот этого расстояния самое главное мы состыковали боковой шов контрольные точки у нас совпали вот они контрольная точка по линии бедер контрольная точка по линии талии и контрольная точка вот здесь где у нас подмышка верхняя часть платье у нас неизменно осталось неизменно я сделала вытачку 4 сантиметра это на хорошо большой размер если вы меньшего размера можете сделать меньшую вытачку и соответственно вот это расстояние у вас будет меньше дальше в сборке платья у вас ничего не меняется вы также следуете уроку по пошиву платья собираете горизонтальную линию но у вас уже вы помните что сюда входит нагрудная вытачка таким образом платье сядет идеально после того как вы стачаете эту вытачку у вас платье ляжет очень красиво и даже если останутся небольшие заломы эти заломы они естественны для платья с цельнокроеным рукавом но при этом никто не узнает о том что у вас здесь заложена нагрудная вытачка пожалуйста дамы с широкой душой напишите ваши комментарии когда вы сошьете платье с цельнокроеным рукавом и вытачкой напишите как у вас получилось потому что это очень классный способ спрятать нагрудную вытачку именно вот в таком фасоне я была очень рада дать вам этот материал пожалуйста пишите ваши комментарии приобретайте наши курсы они самые лучшие я не устаю это повторять подписывайтесь на наш канал рекомендуйте наши видео другим подписывайтесь на наш телеграм-канал группу вконтакте и в одноклассниках я была рада быть с вами сегодня ваша ириша царица вещать изволила услышала как полина ржет